после мелкой набираем мелкую и снова мелкую вот теперь у нас сторона будет полная и четыре крупных бисеринки получится 1 2 3 4 и 2 мелких бисеринки снова 4 крупных бисеринки и 2 мелких бисеринки 4 крупных бисеринки 4 2 мелких бисеринки и вот мы первый ряд когда начинали мы начали не сначала нашего ряда поэтому вот у нас 4 бисеринка какая вот нам нужно для этого ряда вот посмотрите куда мы вышли теперь мы начнем снова набирать вот эти твены наши вот эти твены наши между каждыми из этих крупных бисеринок будем набирать твены или суперду конечно если у вас есть теперь посмотрите я набираю твин или суперду и прохожу две мелкие бисеринки одновременно две мелкие бисеринки одновременно дальше набираем по одному между каждой бисеринкой и когда здесь мы дошли до мелких мы набираем сразу две сразу две бисеринки и дальше опять по одному твены или суперду между бисеринками видите моя конструкция начинает вот так сворачиваться вот видите как она сворачивается так надо еще бисерин очки продолжаем между бисеринками крупными по одному твену или суперду а мелкие сразу две набираем сразу две это он упс это у нас уголочки нашей оплёточки вот смотрите как у нас наша оплёточка сжимается до все это достаточно просто делается и достаточно быстро можно плести очень быстро таким образом квадратные вот наши материалы вот я прохожу уже последний последнюю бисерин очку вот видите что у нас вышло и теперь я возьму выйду в верхнюю дырочку моего суперду и литвина и начну набирать между ними мелкие бисеринки пока что я не буду так сильно стягивать чтобы я смогла вставить потом мой камешек или бусину что вы возьмете и вот обратите внимание что здесь когда мы подошли к бисе к нашим вот этим суперду между которыми находится мелкий бисер и я между этими суперду ничего не набираю то есть это мой уголочек вот таким образом я стягивать буду снова начинаю между остальными бусинками набирать по мелкой бисеринке так здесь мы немножко лесочкой запутались стянемся снимем сейчас подтянем вот исправили и двигаемся дальше опять вот у нас два твина между которыми находятся мелкие бисеринки здесь у нас уголочек мы снова их проходим вместе и тоже вот так когда будем стягивать видите наши уголочки будут вот так закрываться вот пока что я не стягиваю это все чтобы я могла закончить и вставить потом мой камень потом стяну так то есть мы проходим в принципе не так уж много рядов и повторяем уже после того когда мы прошли второй ряд с крупными бисером мы начинаем двигаться в обратном направлении то есть и то же самое что мы делали до середины мы делаем в обратном направлении на вторую сторону нашего нашей оплёточки здесь у нас находится место где наши будут углы поэтому между этими твинами или суперду мы не ставим ничего стягиваем их сами по себе и дальше снова ставим то есть у нас на каждой стороне как и вначале будет 4 мелких бисеринки между твинами нашими и вот последний уголочек четвертый я его закрываю таким образом и прохожу последние вот эти пустые места между твинами заполняю мелкими бисеринками все мы заполнили все вот смотрите как как у нас получается оправа наша пока что она не стянутая поэтому я ставлю мой камешек с желательно так сразу поставить чтобы его углы находились именно в этих местах где наши углы должны быть вот смотрите когда я стягиваю что у меня получается конечно это нужно стягивать очень хорошо чтобы наши вот эти твины или суперду на уголочках стянулись хорошо и расстояние между ними не было видно поэтому мы будем проходить по нашим вот этим бисеринкам еще раз каждый раз хорошо подтягивая каждый раз хорошо подтягивая за один раз тяжело все это сделать то есть по так как наш камень изгибается он не ровный не круглый нам придется проходить не за один проход то есть на одну сторону можем протянуть иголочку вот смотрите видите вот таким образом проходим дальше пропустили бисеринку так еще одна сторона прошли еще пройдем следующую сторону и последняя четвертая сторона потом постараемся все это закрепить чтобы наш наша оправа держалась плотненько и не рассыпалась и камешек у нас должен стоять так как он должен стоять на уголочке наша оправа готова она абсолютно идентична с двух сторон и нет то есть у нашего кабошон чек а не будет изнаночной и лицевой стороны нам остается только пройти немножечко вот вперед по бисеринкам и сделать несколько узелочков спрятать нашу лесочку мы уже знаем как это делается а я хочу вам еще показать что точно в такой же технике точно в такой же технике мы можем сплести несколько иную оправу то есть если мы так я хочу просто спрятать уже мою лесочку чтобы была закончена моя вот это оправа так конечно здесь у нас все плотненько лежит и надо аккуратненько делать чтобы все наши кончики были спрятаны придется немножечко здесь конечно я хочу вам показать еще что на основе вот этой техники можно сделать несколько иную оправу если мы четыре вот то есть по 3 твина с каждой стороны будем заменять на бисеринки тоже вот этого крупного размера оставляя по 2 твина или по 2 супер дуо только на уголочках у нас получится немножко иная иной вид у нашей оправы вот я здесь подготовила правда без камешка хочу чтобы вы увидели вот получается вот такая оправа когда мы только на уголочках оставляем вот эти супер дуо или твины и наша оправа выглядит уже несколько иначе вот вы можете убедиться что вот так выглядит такая оправа вот с двух сторон она абсолютно одинаковая то есть плетется абсолютно также и количество наших бисеринок и количество наших рядов все будет сохраняться только три вот твина которые находятся на каждой стороне у нас будут меняться на вот такие же бусинки крупного размера на этом наш мастер-класс мы заканчиваем если вам понравилось можете подписываться на наш канал чтобы получать новые видео мастер-классы